Откуда мы с вами все приехали? Страны уже нет, но правда осталось. Рейс Тбилиси-Кутаиси. Диктор смолк. Посадка, рев турбин, и рванулся лайнер к синей выси, оставляя сзади белый дым. За иллюминатором поплыли реки, села, синева озер, и смотрели люди, и дивились на небес за облачный простор. «Где же Бог?» смеясь промолвил кто-то. «Вот и небо, только Бога нет». И другой же так же беззаботно не замедлил вымолвить в ответ. «Я, мой друг, летал еще повыше, и не слышал сказки о глупее, чем о Боге, и его жилище в небеси, подальше от людей». Самолет все так же ровно резал синеву за облачных высот, «Но умолкли люди в мягких креслах, приближался к финишу полет». И не ведал опытный, надежный, много лет летавший экипаж, что посадка будет самой сложной, где решат не опыт и не стаж. Позывные приняты. «Садитесь!» Это как переступить порог. А теперь возьмите и сложитесь те случайности, хозяин коим Бог. И уверенно толкнувши рукоятку, отчего-то побледнел пилот. «Шасси не выходят, неполадка!» Командир земле передает. А земля молчит, земля не знает. Из земли не виден тот предмет, что заклинил, что включить мешает. И одна растерянность в ответ, а затем инструкция другая. Все напрасно. И дрожит рука на штурвале. «Мы же погибаем! Разобьемся ведь наверняка!» А горючего всего лишь на минуты, на последний. Самый страшный круг. Пассажиры поняли. И жуткий страх в салон змеей прокрался вдруг. Вспомнили и мамочку, и Бога. Зарыдали, исказили из рты. Так порой кончается дорога бренной человеческой мечты. Экипаж проделал все, что можно. Объявил. Идем на фюзеляж. Это страшно! Это невозможно! Это все, что может экипаж. И представил командир невольно двести трупов. Факел самолет, и тоска сдавила сердце больно, а уста сковал холодный лед. Вдруг среди хаоса и рыданий встала женщина. И то была христианка. Сулико Дадуашвили. И спокойно молвила она. «Люди, слушайте! Мой Бог всесилен! Нужно нам к Нему теперь спешить!» И все двести вслед за ней склонились. Те слова пытаясь повторить, она молилась и взывала. «Боже мой, ты видишь, я одна! Так прости им, Боже!» Умоляла так, как не молилась никогда. Вдруг металл послушно повернулся, соскрипел, поддался и ожил. Командир опомнился, очнулся, себе не веря доложил. «Вышли! Вышли!» Эхо повторило. И опять огонь в глазах горел. «Боже мой, да как же это вышло!» И послушной птицей лайнер сел. Прокатился, замер. Но не вышли из салона двести человек. Обнимали христианку Сулико, целовали, плакали при всех. Посидевший командир склонился. Прокатилась по щеке слеза и обнял ее, и поклонился, и спасибо всей душой сказал. А затем промолвил. Я немало пролетал и много повидал. Но впервые в моей жизни стало, чтоб ваш Бог мой самолет сажал. Сулико, вы нам как мать родная, а придется вам лететь куда? Будете как гостя дорогая. Не забудем мы вас никогда. Это не фантазия поэта. Это был с начала до конца. Жив Господь. Живут герои веры, кто прославил веры Творца. И хочу сказать я напоследок, что не замолчали небеса, что молитва и сегодня сильно совершать святые чудеса. Аминь.